В эфире программа «Особое мнение». Здравствуйте, меня зовут Владимир Сметанин. Позвольте себе начать программу с небольшой цитаты. Вот слушайте. «На протяжении прошлого и нынешнего года мы частенько слышали с телеэкранов фразы о том, что кризис – время возможностей, но 2015-й как-то не очень заметно отразил эти возможности. Дальше немножко перескакиваю с наступающего... А, в преддверии наступающего Нового года необходимо забыть об обидах и неудачах, необходимо зарядить себя на позитивные мысли, слова и действия, ну и так далее. А цитирую я гостя «Особого мнения» Михаила Курашина, вице-спикер из оксобрания Кировской области. Михаил Вячеславович, добрый день. Добрый день. Вот прочитал, как и многие, наверное, пользователи интернета, ваш пост, что-то как-то невесело мне показалось. Больше грусти, нежели позитивного настроя. Я бы сказал так, это максимальная выжимка позитива из общего настроения, связанного с итогами года. Вот у меня зацепились глаза за обиды и неудачи. Такое ощущение, что обиды и неудачи и у вас прибавилось. Я думаю, что да, тут следует, наверное, признать, что есть то, что не получилось по достаточно объективным причинам. То есть ситуация в экономике, кризис и события во внешней политике, дефицит бюджета и много-много чего еще. Вы личную ответственность чувствуете? Да. И есть то, что, наверное, следует отнести к неудачам, связанным с субъективными моментами. Ну, наверное, это в первую очередь все вещи, которые были нелицеприятны или обидны, или там, ну, такие не особо позитивно ориентированы. Это, в первую очередь, связано с работой внутри законодательного собрания. Это общение с коллегами? Ну, это и вопросы организации, вопросы принятия решений, и вопросы дискуссий, которые проводятся, ну, различные межпартийные конфликты, которые были. Ну, в общем, наверное, следует признать, что с точки зрения внутренних процессов, на мой взгляд, законодательное собрание по сравнению с предыдущими годами дальше не пошло. То есть мы вот как-то остановились на том малоконструктивном русле, который у нас сложились за первые годы, и, к сожалению, наверное, 15-й год не стал исключением. Все эти проблемы, процессы, они сохранились, и даже та же возможность консолидации, к объединению, которая возникла в результате того, что необходимо было все-таки принимать сложные решения, порой непопулярные, разделять за них ответственность, то есть за непопулярные решения. Ну, вот даже вот в этой связи, наверное, мы не стали ближе друг к другу. И это, естественно, огорчает. Хорошо, давайте поподробнее про работу нашего законодательного собрания. Не так давно у нас в эфире был ваш коллега по партийной и законодательной линии, депутат Госдумы Сергей Доронин. И один из вопросов на нашем сайте, кстати, возможно, задавать вопросы у Михаила Вячеславовича тоже есть, на сайте kirov.ru. Так вот, Сергей Александрович, один из пользователей, задал вопрос, мол, несовестно ли вам за те законы, которые не принимал нынешний состав Госдумы, и как вообще сейчас авторитет Госдумы поднимать. Я хочу вас спросить про авторитет ЗАГС Собрания, все-таки имею в виду по большей части не уходящий год, а вообще этот состав, да, ЗАГС Собрания, все-таки были депутаты, которые дискредитировали себя своей профессиональной деятельностью, уголовные дела. Вот уровень законотворческой работы в выходящем году, в нынешнем составе ЗАГС Собрания, и что касается авторитета. Ну, на самом деле, я уже тоже высказывался, и я думаю, что ни для кого открытием не будет в том, что я считаю, что этот СЗК оказался менее организованным, менее консолидированным и менее конструктивным. И даже исходя из той информации, которая была о предыдущих созывах, мнения коллег и так далее, я много размышлял о возможных причинах, и не раз высказался о возможных этих причинах. Это и неудача в выборе председателя ЗАГС, это и структурное распределение депутатских мандатов, когда оппозиция впервые оказалась практически наполовину представленной в Законодательном Собрании, и это требовало изменения порядка обсуждения, порядка принятия решения, но этого не происходило. Ну и, наверное, в целом, опять же, с объективной точки зрения сложная ситуация, она приводила к тому, что в условиях ограниченных ресурсов борьба за эти ресурсы обострялась еще более сильно, более жестко, и в свете этого она тоже способствовала тому, что периодически в публичную сферу, в публичную плоскость выплескивались все возможные конфликтные ситуации, возможные заявления. А то, что касается ситуации, связанной с уголовными делами, мы понимаем, что, с одной стороны, да, это не делает чести депутатам Законодательного Собрания и всему законодательному, да и в целом, наверное, региональной власти. Но в то же время, я думаю, что все-таки есть, а, общая тенденция очищения власти и борьбы с невозможными незаконными действиями, и, б... То есть положительный момент, да, по большому счету? Ну, с этой точки зрения, наверное, следует рассмотреть, как положительный, да, что, там, наконец-то не слова, а какие-то действия были совершены. Но, с другой стороны, нельзя исключать и тот фактор, что все-таки, по моему мнению, основная масса этих уголовных дел все-таки носила заказной характер. И, там, сказать о том, что кто-то из депутатов, которые оказались по тем или иным причинам в местах не столь отдаленных, уж совсем виноваты, ну, я бы, честно говоря, не взял на себя такой адрес. Мы чуть позже перейдем к главным событиям, на ваш взгляд, главным событиям уходящего года именно на уровне области по поводу уголовных дел. Недавно Андрей Висенко, вице-президент Девятской торговой промышленной палаты, тоже в особом мнении высказывался, и он одним из главных, из трех главных событий года все-таки назвал прекращение уголовного дела в отношении Олега Переясина. Вы считаете... Еще раз, я вот, на самом деле, не очень хочу в эту тему погружаться, по одной простой причине, что считаю, что если бы объективные разбирательства были и по двум другим уголовным делам, которые составили в законодательном собрании, то вполне вероятно, и там мы могли бы надеяться на оправдательные приговоры, потому что те составы и те решения, которые были приняты в отношении депутатов Лузянина и Рылова, они все-таки изначально были достаточно предвзяты. Поэтому мы можем сравнивать ситуацию с тем, как принимаются решения по другим эпизодам, у других лиц, в других регионах, на других уровнях. Мы можем понимать, что на этом фоне те решения, которые были в отношении этих депутатов, они все-таки не совсем отражают действительность. Одно из самых главных изменений 2015 года в работе именно нашего парламента это снижение курума до 50%. Напомните, вы за или против? Мы были против, потому что считаем, что все-таки задача по повышению ответственности депутатов в работе законодательного органа, она является превалирующей, а не той задачей, под которую нужно подгонять. Если мы столкнулись с ситуацией в том, что у нас возникли проблемы с явкой на пленарное заседание, то эту проблему надо решать не через призму подстраивания, а через призму все-таки работы с депутатским корпусом. Вы говорили об этом повышении дисциплины, да? Да. Поэтому мы настаивали, мы бились, наверное, можно так сказать, до последнего, но, к сожалению, на тот момент даже многие из тех, кто традиционно не приходят на пленарное заседание явились и, соответственно, проголосовали. А эта норма, кстати, о 50% кворуме, она будет действовать и в следующем составе законодательного органа, который будет сформировано в сентябре будущего года. Да, эта норма теперь будет действовать постоянно. Ну и, Коля уже говорил о следующих выборах, ваши планы на следующий выборный год? Ну, на самом деле, там... Будете ли вы выдвигаться? Уже много, я уже думал о том, что вопросы задают регулярно, думаю уже, наверное, написать пост на эту тему с выкладыванием своих размышлений. С одним словом, задолбали. Знаковский цель. Это, наверное, будет правильно, если это слово указать, но это будет относиться к лишь к прошедшему, то есть уже периоду раз. И второе, это не должно стать той точкой, точнее, той позицией, от которой нужно отталкиваться. То есть, в любом случае, есть задачи, которые необходимо решать. И даже в рамках ситуации, когда, как вы сказали, задолбали, все равно и законопроекты разрабатывались, и вопросы муниципалитетов каким-то образом представлялись, решались, и работы с избирателями велось. То есть, да, это то, что создает серьезные сложности в работе. То есть, не быть вот этой ситуации, там, можно было бы абсолютно по-другому и абсолютно больше бы делать, имея там данный статус и данные возможности. Ну, вот поэтому, когда там о планах, если говорить, скажу так, в настоящий момент я веду консультации относительно того, есть ли перспективы, есть ли условно говоря, команда, с которой можно было бы заходить в заказательное собрание работать. Команда, с которой вы сейчас работаете? да. Но, там, окончательного решения пока еще нет. Поэтому, там, сказать о том, что иду я или не иду, там, я пока не могу. То есть, некое партийное, все-таки, да, еще партийное рассуждение этого вопроса будет? Ну, здесь вопрос не только, там, партийности, вопрос и в целом командности, потому что мы понимаем, что и даже работа в этом созыве показывает, что, вот, команды, независимо от их фракционной принадлежности, партийной принадлежности, они, там, складываются, и работа этих команд, она бывает достаточно эффективной и успешной с точки зрения, там, принятия каких-либо решений, да, это организации встреч, пробивания и так далее и тому подобное. Поэтому, дело может быть даже не столько в партийности, сколько вот именно в наличии людей, с которыми можно было бы уже внутри законодательного собрания работать дальше. Но ваше личное, это желание, ваше внутреннее, если присутствует, продолжать работу в рамках законодательного собрания? Силой понятно, что они есть, да, то есть, еще раз говорю, лозунг «задолбали» это лозунг, который констатирует ситуацию, но отнюдь не стимулирует к тому, чтобы опустить руки. То есть, работать надо и биться надо, тем более, что этот созыв научил тому, как можно работать. Поэтому силы есть, но в любом случае нужно понимать, что один в поле не воин. Нужна команда, нужны единомышленники, с которыми можно работать. Я напомню, что это особое мнение вице-спикера законодательного собрания Кировской области Михаила Курашина. На сайте киров.ру есть видео и аудиотрансляция нашего эфира и специальная форма для того, чтобы вы смогли задать вопрос гостю особого мнения. Давайте к традиционному приему перейдем три главных события входящего года в Кировской области на ваш взгляд. Любых или позитивных? Как со знаком минус, так и со знаком плюс, если получится. В первую очередь, наверное, давайте начнем с позитивным. Это то, что несмотря на все проблемы с финансами, которые есть в области, в первую очередь, в муниципалитетах шло активное строительство и объектов культуры, и объектов здравоохранения, объектов образования, объектов спорта. Это, наверное, главный плюс. Буквально две недели назад я был на открытии физкультурного разведывательного комплекса в Наринске и считаю, что это значимо не только для области, но в первую очередь это значимо для Наринска. И общаясь там непосредственно с жителями города, слышал много слов благодарности в адрес региональной власти за то, что наконец-то появился физкультурный разведывательный комплекс. Аналогично можно привести пример и дворец культуры в Кельмезе, 20-летний долгострой, который был успешно завершен и на сегодняшний день он полностью задействован в интересах жителей. Там работают и спортивные секции, и культурные, и творческие, и детские. То есть не получится так, что построили, а полноценного уже заполнены. И любой желающий может туда приехать и увидеть, что там постоянно идет какой-то процесс. Это событие последних дней, это открытие детских садов в городе Кирове. Двух. Да, двух, и там один реконструирован открывается. То есть, благодаря этим действиям, по крайней мере, по официальным заверениям, у нас отсутствует очередь в городе Кирове на детские сады в возрасте, в возрасте, до трех лет. Это тоже там серьезный прорыв. И это, наверное, то, что можно отнести к первому. Второе. Положительное. Да. Второе положительное. Второе положительное, это то, что, несмотря, опять же, на сложности бюджета, удалось, пусть и видоизмененно, но сохранить всю систему социальной поддержки. То есть, по крайней мере, по ключевым, по знаковым вещам, мерам, субсидиям, льготам и так далее, все удалось сохранить. Это, действительно, дорогого стоит, для того, чтобы, собственно, было понятно, могу сказать, что еще там в сентябре, октябре, вопрос о нехватке финансирования стоял достаточно остро, и речь шла о том, что если все это сохранится таким образом, то мы могли бы, у нас бы могла появиться задолженность. Но успешно все-таки к концу года решили, и те обязательства, которые есть, они, собственно, реализованы. мы говорим о 2015-ом, просто мне сразу же вспоминается по поводу льгот, вот этот принцип адресности и введения вот этого я еще раз говорю, несмотря на то, что они были видоизменены. Несмотря на это. Да, несмотря на это, несмотря на то, что они были видоизменены. То, что касается принципа адресности, ну, опять же, это вот то, что, наверное, следует говорить о возможности, потому что на сегодняшний момент мы слово, наверное, зачистили, не совсем будет правильно, но общая мысль, она понятна, то есть привели вот как раз всю систему социальной поддержки в некую структуру, ориентированную на адресность и нуждаемость. Это, с одной стороны, конечно, привело к тому, что часть людей лишились каких-либо льгот, но, с другой стороны, мы понимаем, что сейчас по мере того, как будет возрастать доходная часть бюджета, как будет улучшаться ситуация, у нас открываются новые возможности для того, чтобы, собственно, прибавлять и прибавлять меры социальной поддержки. Это, еще раз говорю, достаточно важно, потому что, если мы с вами окунемся к началу века, то тут тоже помним ситуацию, когда знаменитый 122-й закон о монетизации льгот и отмена всех льгот, которые были как раз к этому моменту определены, привело к тому, что, собственно, очистив площадку, дальше можно было, опять же, ориентироваться на тех, кому меры социальной поддержки, кто в мерах социальной поддержки наиболее нуждается. И это позволяло создавать новую систему мер социальной поддержки. Это на перспективу, еще раз говорю, открывает возможность расширять перечень мер социальной поддержки. Поэтому это, наверное, такое второе позитивное, второе значимое событие. Третье. Второе. Нет, переходим к третьему. А, переходим к третьему. Ну, к третьему, это, наверное, следует признать, что ожидание, которое сопровождалось первые половины года, это ожидание, связанное с формированием новой структуры правительства, оно все-таки завершилось. И сейчас уже непосредственно все ожидают неких прорывных решений вот той новой структуры, повышения эффективности их результативности работы. Что это за прорывные решения могут быть связаны именно с обычными людьми? В качестве примера могу, наверное, рассказать о том, что вот буквально на последнем комитете по экономическому развитию Валерия Николаевича мы активно задали вопрос представителям Министерства экономического развития относительно того, как учитывается или как рассчитывается экономический эффект мер государственной политики в социальных направлениях. То есть мы традиционно говорим о том, что да, мы вкладываем деньги в детские сады, мы строим новые больницы, мы какие-то проекты реализуем по лекарственному обеспечению, но кроме явного социального эффекта необходимо еще рассчитывать экономический эффект. Какие экономические результаты дают эти действия для интересов области. То есть в первую очередь мы, наверное, говорим о людях, как раз социальная политика, соответственно, о людях, которые должны привносить свой вклад в экономику. Это и рабочие руки, это и предпринимательство, это и рынок услуг и так далее и тому подобное. И тут мы столкнулись с ситуацией, что, к сожалению, вот на эту сторону эффективности никто не обращает внимания. то есть мало кто понимает, что в мероприятиях по образованию тоже есть экономический эффект. То есть очень хочется увидеть, я надеюсь, что мы поняли на комитете друг друга, мы, имеется в виду и Министерство экономического развития, к тому, что нам необходимо все-таки разрабатывать госпрограммам, которые есть, необходимо разрабатывать систему критериев, в том числе экономических критериев. вот сейчас будем ждать, будем смотреть. Так, подытожим, три события со знаком плюс, напомню, строительство активное, социальная сфера, сохранение социальной сферы и запуск новой структуры. У нас есть четыре минуты для того, чтобы о негативе, о трех событиях. Первое, наверное, все-таки это то, что финансовая ограниченность заморозила развитие и экономики в нашей области и ограничила возможности расширения мер социальной поддержки. Потому что мы понимаем, что в условиях, когда идет подорожание всего, все больше и больше людей нуждаются в мерах социальной поддержки. К сожалению, ограниченность бюджета не позволяет идти по этому пути, увеличивать и расширять эти меры. это первый, наверное, самый сложный и самый неприятный результат. Второй результат я бы отнес, наверное, к внутренним вопросам. Это в течение 15-го года законодательное собрание потеряло трех коллег, которые неожиданно ушли из жизни. Это печальное событие. Я думаю, что это были достаточно известные и уважаемые люди, это были достаточно активные люди, и их потеря достаточно серьезно скажется не только законодательным собранием, но и в целом на развитие Кировской области. Это второе. И третье, выделяя из первого, это все-таки то, что с экономической точки зрения мы не продвинулись никуда. То есть много с федерального уровня говорится об импортозамещении, о том, что санкции это возможность для развития нашего бизнеса, но, к сожалению, мы сильно никуда не продвинулись. Промпарки у нас... Сильно не продвинулись или вообще не продвинулись? Я бы сказал, что вообще не продвинулись, потому что из гордости наверное можно говорить о том, что все-таки у нас Алмаз-Антей в стадии уже полноценного запуска, во всем остальном мы остались на уровне планов. Это и про промпарки, это и про разговоры о реорганизации Мородыкова, это и мероприятиях, связанных с поддержкой малого предпринимательства, это и система налогообложения для бизнеса, это и всевозможные решения, связанные с ограничениями либо изменением подходов в отношении создания условий для предпринимательства, то есть здесь мы не то, что отошли назад, но по крайней мере шагов перед точно не сделали. Ну хочется так по-русски сказать, что хоть откат не произошло, а могло бы, могло бы сворачивать. Я сторонник того, что мы живем в том регионе, в котором все процессы достаточно замедлены, я считаю, что полноценно ощутить кризис мы еще пока с вами не смогли. То есть для нас этот процесс такой медленно подкрадывающийся. И дай бог, если он все-таки не подкрадется в своем максимальном показателе. То есть мы, в отличие от Москвы, менее мобильные, менее быстрые. Пусть застает денег между Москвой и Кировом. Да. Для нас все идет не спеша. Поэтому если он не дойдет до конца, а уже начнется процесс развития, вот это будет такой идеально счастливый период. Приверемся сейчас на небольшую рекламу. Я напоминаю, что это особое мнение Михаила Курашина, вице-спикера Заксобрания Кировской области. Полторы минуты и вернемся. Продолжается программа «Особое мнение». Сегодня это особое мнение Михаила Курашина, вице-спикера Заксобрания Кировской области. Две следующие темы хотел бы объединить в одну. У нас следующий год год фермерских хозяйств в Кировской области. Во-первых. А во-вторых, вы тот депутат Заксобрания, которое активно ездит по районам. Мы здесь в Кирове, как жители Кирова, примерно так, социально-экономическую ситуацию представляем. А что в глубинке нашего городского творительства? Насколько оно просело в последний год? Там ситуация с той же работой, с той же занятостью иная. Зачастую нельзя найти, нельзя реализоваться. Да и зарплаты, по-моему. Я бы не сказал о том, что там ситуация сильно поменялась. Опять же, я это связываю именно с таким медленно замороженным инновационным процессом, то есть до них тоже еще пока это все в полном объеме кризисные процессы не добрались. Да, действительно, они там видят и сталкиваются с ситуацией в том, что и растут цены, и появляются новые налоги, и жизнь становится тяжелее, но как бы так, у меня такое ощущение, что в голове у наших сельских сельчан уже не осталось мысли о том, что можно жить хорошо. Этой мысли вам никогда не было? Достаточно фаталистично к этому всему относятся, да, то есть, ну, да, там, ну, еще тяжелее. И в этой связи как раз буквально полтора года последние я посвящаю именно работе в интересах муниципалитетов. Не столько там борьба за какие-то стратегические вещи, да, там, в уровне области, сколько, как можно больше давать именно муниципалитет. И, там, если мы посмотрим, поднять предложения от фракции, от нашей фракции в бюджет, то все эти предложения как раз касались мер, связанных с поддержкой муниципалитетов. Это не просто там построить что-то, это вещи, связанные с более системными процессами, которые бы позволяли муниципалитетам экономить свои собственные средства для того, чтобы хоть что-то вкладывать в свои территории. Потому что, ну, там, ситуация действительно с тем, что у муниципалитетов денег еще меньше стало, да, там, и уже то, что является обязательным с точки зрения законодательства, они уже там, выполняют на последнем издыхании. Поэтому, там, когда поправки, последние поправки, которые мы принимали в декабре, были связаны с тем, чтобы из запасного бюджета направить 100 миллионов на поддержку муниципалитетов, ну, многие приветствуются. И также, там, элементарно закрытие задолженности, возможность задолженности по заработной плате, на что, собственно, эти деньги пошли, это действительно, там, серьезными. Поэтому, да, муниципалитетам тяжело, о кризисе они только видят и слышат, но, там, я думаю, что проблемы в следующем году их могут коснуться еще больше, чем в этом. барьер-то невозможно никак не поставить? Ну, достаточно сложно, потому что все-таки нужно понимать, что для того, чтобы можно было устанавливать барьеры, для этого необходима экономическая основа. В большинстве муниципалитетов с экономикой достаточно плохо. в связи с этим собственных денег на всевозможные барьеры и защиты у них нет. Вся надежда на область, но, к сожалению, и область похвастаться сильной экономикой тоже не может. Поэтому мы очень, там, надеемся на то, что изменятся курсы, повысится цена, и вследствие этого федеральный бюджет получит больше средств, тем самым больше средств будет направлен в регион. Поэтому в этой связи опять же хочется верить и хочется быть обнадеженным. А что касается года фермерских хозяйств? То, что касается года фермерских хозяйств? Накануне глава нашего Минсельхоза Алексей Алексеевич кое-что рассказал уже. Деньги есть федеральные, примерная программа ясна этого года фермерских хозяйств. Ну, к сожалению, будет год-то прорывным наступающий. Осталось выяснить, есть ли у нас большое количество фермеров? Потому что на самом деле насколько я владею информацией, несмотря на то, что эта тема не моя, но насколько я владею информацией, большое количество желающих заниматься фермерством в Кировской области нет. По данным Кировстата, если не ошибаюсь, порядка 300-400 фермерских хозяйств насчитывается в регионе? Это крайне мало. И самое-то главное, что потенциал для увеличения он не спрогнозирован никем, во-вторых, я не думаю, что он достаточно большой, потому что тут сразу много вопросов возникает, земельных вопросов, собственность и все остальное. То есть недостаточно далеко нам просто валить деньги, раздать фермерам и вообще почему будет? Если мы пойдем по этому пути, то это будет просто утопия, что деньги, понятно, они уйдут, они будут освоены. Но реально прорывного развития фермерства таким образом мы там не получим. Необходимо все-таки разработать реальную программу по развитию фермерства и финансировать реальную программу с реальными показателями, где оцениваться должно и не только и не столько количество, насколько прочен этот бизнес, насколько он актуален в потребностях муниципалитета с точки зрения и налогообложения, и рабочих мест и представления продукции. Но опять же по этому году могу сказать, что когда тот же Валерий Николаевич начинает разговаривать о развитии системы поддержки местных производителей, мы понимаем, что фермеры это в первую очередь к ним относятся, постоянно упираются в непонимание. Непонимание как на уровне исполнительной власти, так и большинства в законодательном собрании. То есть не хотят на эту тему разговаривать, поэтому что мы получим по итогам развития года фермерства, я пока даже не готов спрогнозировать. А вы, кстати, бывали в Уржумском районе, в селе Андреевское, вот этот мясокомбинат новый? Я о нем слышал. Просто постоянно о нем новости какие-то появляются в СМИ, и вот какая-то надежда, что сейчас накормит всех я предлагаю в январе съездить с вами вместе и посмотреть, что это за комбинат. И губернатор там... Это хорошо, что они появляются. Вопрос заключается в том, насколько они будут конкурентоспособны и насколько они будут представлены в торговых сетях. Потому что одно дело, когда сильные мясоперерабатывающие предприятия наши с трудом пробиваются на прилавке федеральных сетей, другое дело предприятия, которые вновь создаются, как они будут себя продвигать. Либо же это предприятие окажется в ситуации, что опять же всю свою продукцию будут вывозить за пределы области. Нам интересно это. Ну, там, с точки зрения развития агропредприятий наверное, да. С точки зрения развития собственной экономики наверное, нет. Поэтому я очень скептически пока отношусь к году фермерства. Со своей стороны я предлагал неоднократно и губернатору в том числе, чтобы объявить год молодого специалиста и сконцентрироваться именно на том, чтобы проводить мероприятия направленные на привлечение молодых специалистов на село. Именно на село? Да. То есть это не город Кирова, потому что здесь вопросы может решать город и собственными силами, да, совместно с предприятиями, которые нуждаются молодых специалистов. А вот сконцентрироваться именно на сельской местности. Но вы предложите правительству регионально? Я уже предлагал. А, предлагали? Да. Ну, ответа никакого не было. Поэтому как бы так, собственно, ну ладно, нет, будем надеяться, что в следующий год. Потому что в конечном итоге все уже в курсе и все признают ситуацию, что на сегодняшний момент в той же бюджетной сфере в основном рулят уже люди старшего возраста. Изменение пенсионного законодательства может привести к тому, что эти люди просто в один-трекрасный момент все покинут свои места. И если мы сегодня говорим о том, что нам не хватает врачей и учителей, ну, у нас просто будут стоять пустые школы. Поэтому тут необходимо все-таки на эту тему думать. У нас остается буквально 4-5 минут. Сейчас уже в режиме блица. Я предлагаю пробежаться по принятым уже каким-то законодательным инициативам именно декабря последнего месяца выходящего года. Вот у нас разрешено теперь алкоголем торговать по воскресеньям до 22.00 до недавнего времени только до 5. Я был против, потому что аргументация связана с тем, что у нас возрос контрафакт и так далее и тому подобное она на самом деле не имеет в полной мере того обоснования. Потому что я считаю, что это все-таки два разных вопроса. Борьба с контрафактом, борьба с перчиками и продление продаж. Это не связано между собой. Вот сейчас производители, их оценка этого нового введения разнится. Кто-то говорит, что да, будем зарабатывать побольше, Кто-то говорит, что они имеют. Ну, могу сказать, что дополнительно эти 5 часов ничего не решают. Производители аргументируя настаивая на принятии на отмене вот этого ограничения во времени обещали в бюджет дополнительно 300 миллионов. Это два наших предприятия. То есть, соответственно... ОСМЗ и Вятич. Вятич, да. То есть, соответственно, будем смотреть. Будут эти 300 миллионов или не будут. Я сомневаюсь. Потому что все-таки считаю, что вот эта легальная продажа, которая была, ограниченная во времени, она уже прижилась среди людей и как бы так у кого есть действительно необходимость или потребность уже изначально знали и изначально к этому готовились. И поэтому весь объем спроса на эту продукцию он, собственно, уже сложился с учетом этих ограничений. Отмена этих ограничений не приведет к увеличению, к большому увеличению продаж. Поэтому те 300 миллионов, которые нам были обещаны, мы, скорее всего, их и не получим. А вот ваши коллеги из Кировской городской думы сократили норматив расстояния от питейных заведений, заведений общепита до образовательных, спортивных, медицинских, детских и так далее учреждений. Было 30 метров, стало 20. До медицинских 10. Форум было заявлено всеми СМИ, что 23 бизнеса спасли тем самым. Ну, как бы так, вопрос в том, что после того, как у нас ушел главный борец с незаконной продажей алкоголя и младьках, в том числе подросткам, как бы так, простите, генерал Солодовник. А, да. То есть, у нас как-то инерционно процесс не пошел, он у нас прекратился, и в результате продажи возобновились. Поэтому там непосредственное расстояние 20 или 30 метров, они большой роли не играют. Большую роль играет усиление контроля за тем, чтобы это не производилось. То есть, опять же, там, не надо все в одну корзину. Неисполнение закона и отсутствие контроля за неисполнением закона, это все-таки две разные вещи. и вот если обеспечить исполнение закона, точнее, контроль за исполнением закона, я думаю, что тут можно будет и пять метров оставить. У нас остается полторы минуты, есть, конечно, еще вопросы серьезные, ну, давайте, бог с ним, давайте о новом годе. Согласно федеральным социологическим исследованиям, 77% будут встречать дома, 10-11% пойдут в гости и минимальное там число 2-3% в кафе, куда-то, в ресторан. Вы к какой категории? Я традиционно отношусь к категории, которая отмечает дома. Это, все-таки, в первую очередь, семейный праздник, во-вторых, это более комфортно, а в-третьих, опять же, там, по сложившейся уже традиции, обычно мы принимаем большое количество гостей. То есть, традиционно это будет событие происходить дома. А дальше уже непосредственно в каникулы, в те дни, когда там будет возможность, это уже и выезды на природу, это уже там катание с горок и на лыжах, это уже посещение гостей, там, и так далее, и так далее. Но сам Новый год дома. Знаете, что, да, на театральной площади завтра будет 5 ПП так называемых, то есть 5 входов и выходов, будет досмотр, вынужденная мера, да? Это вынужденная мера, я бы, вот, как бы так, хотел, чтобы люди не настраивали себя негативно на эту ситуацию, то есть, действительно, есть определенные угрозы, есть определенные, там, могут возникнуть определенные проблемы, мы как-то уже стали отвыкать от того, что там, нам что-то может грозить, но, к сожалению, там, ситуация подсказывает, что такое может быть. Ну, согласитесь, что город перед Новым Годом, в темное время суток, красив. Накануне Нового Года. Да, он красив, светится, мерцает. Он красив, но, к сожалению, там, внешние дороги и неубранность снега, они все-таки бросаются в глаза, может быть, приезжим это не так будет видно, но тем, кто здесь живет, это все-таки вызывает определенные... что продолжают латать асфальт вот этим методом литого, как он называется, асфальт и бетон, то есть заплатки делают в мороз. Ну, дай-ка Бог, чтобы они у нас хотя бы до весны просуществовали. Хорошо, с наступающим Новым Годом, Михаил Курашин, вице-спикер Зак Собранники ВСК области. Я бы хотел тоже воспользоваться и поздравить всех с наступающим Новым Годом, пожелать всем стабильности, благополучия, здоровья и верить. Верить в то, что завтра будет лучше. С наступающим Новым Годом. Спасибо. Спасибо. До свидания.